Крытый всесезонный Белгородский аквапарк будет введен в эксплуатацию в мае 2019 года. Об этом в ходе экскурсии по объекту рассказал председатель совета директоров группы компании Агробелогорье Владимир Зотов. Журналисты в рамках проекта «Городская медиа-среда» посетили строительную площадку и оценили масштаб будущего развлекательного комплекса. Репортаж Людмилы Столяровой. Семь горок, то есть половина на одной площадке и половина на второй. 700 посетителей одновременно на площади в 12 тысяч квадратных метров. Масштаб крытого всесезонного аквапарка поражает еще на этапе строительства. Первый этаж комплекса будет представлять собой общественную зону с точками общепита, душевыми и гардеробом. На втором разместятся аттракционы. Вот мы сейчас на втором этаже. В этой точке находимся. Представлены себя бассейнами. Это релакс, волновой бассейн, детский городок. Это вот зона горок, семь горок. Здесь вот у нас медицинские пункты, здесь у нас точка общественного питания. Сердце аквапарка – комплекс водных горок. Аттракционы различной длины и времени спуска. Они смонтированы более чем на 70%. Уже угадываются будущие сферы, магическая черная дыра, слайды, космическая лодка и самые экстремальные – ракета-петля. Скорость спуска здесь достигает 7,5 метров в секунду. Это ленивая река, которая вокруг всех горок. Ну и, собственно, сами горки. Несколько горок у нас будет с кругами. Одинавные, двойные и семейные. И несколько – это без кругов. Строительство аквапарка началось в ноябре прошлого года. Сейчас здесь возводят перегородки и стены, монтируют систему водоснабжения и водоотведения. В декабре планируют перейти к внутреннему оформлению комплекса. Все практически бетонные работы закончены. Пока приостановлены монтаж горок, поскольку погодные условия на сегодняшний день уже не соответствуют. Задача стоит такая. 22 декабря мы должны закрыться практически. Все колонны, фермы и ограждающие конструкции, то есть витражи, стеновые панели должны быть уже смонтированы. И мы должны постараться подать сюда тепло, чтобы приступить к отделочным работам. Котельная должна быть смонтирована. Здесь очень серьёзная инженерия. На площадке перед аквапарком оборудуют парковку вместимостью свыше 300 авто. Для комфорта посетителей близлежащий пляж Лазурный будет соединён с водным комплексом пешеходной зоной. Кроме того, построена альтернативная дорога. Мы видели, когда работает пляж Лазурный, очень много возникает проблем. Люди паркуются на парковке и переходят через дорогу, на которой идёт автомобильный трафик. Мы постарались увезти автомобили альтернативной дорогой для того, чтобы там была абсолютно свободная пешеходная зона. И люди от аквапарка ходили на пляж, с пляжа ходили к аквапарку. И далее в 2019 году, как я говорил, отсюда можно видеть парковую зону, которая открывается. Весной планируют приступить к благоустройству прилегающей территории. Оформлением будущего парка займётся английский дизайнер Джеймс Бассон. Здесь будут искусственные озёра, малые архитектурные формы, альпийские горки. Посетители оценят возможность наблюдать за животными в естественной среде. Это очень популярные парки в Англии, в Германии и так далее и тому подобное. Их любят дети, семьи. Потому что одно дело, когда ты в вольер зашёл, а другое дело, когда ты в таком плане. Думаю, что когда мы по нему будем гулять и видеть лошадки, которые будут бегать на луговой территории, это будет очень здорово, поверьте мне. А сам луг, я думаю, по периметру, где люди могут спортом заниматься, приезжать, парковать машину и так далее. Строительство аквапарка идёт согласно утверждённому графику. Ввод объекта намечен на май 2019 года. Людмила Столярова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.